так наступают холода я в какой-то момент подумал что скоро будет холодно заниматься машиной а теплого бокса нету а проблема на самом деле вот в чем видите вот уже это не от дождя лужа это копает охлаждающая жидкость как это выглядит снаружи я вам сейчас покажу точнее внутри внутри все закапала здесь он тоже все окислилась надо это все дело будет как-то почистить просто зимой этим будет заниматься проблематично поэтому я решил что лучше сделать это наверное до наступления холодов связи с этим мы прикупили комплектик комплектик 6 хомутов таких 4 хомута таких и 8 хомутов таких раз-два-три-четыре-пять раз-два-три-четыре-пять пять пять комплетов патрубка радиатора говорят что как раз от этого года и еще вот такой вот комплект но мне кажется что он наверное не подойдет надо будет его с другим поменять почему потому что потому что потому что вот мы смотрим вот этот нижний вот откуда выходит наверное вот сюда приходит а следующий выходят идет вот туда наверх поедем сейчас попробуем другой другой купить цена за это я отдал но почти три с половиной тысячи вот сейчас вот сухо видно видно что она капает надо с этим делать так ну заехали на яму вот кое-что уже поснимали достали инструмент соответствующий сейчас летим вниз и смотрим где и что почему капает вот здесь тоже мокрое там еще одно место я нашел мокрое в общем сейчас полезли вниз вот сразу мы с вами видим что как только мы защиту сняли сразу начала на мост видите капать сейчас мы включим фонарик и и скорее всего вот с этого патрубка течет потому что вроде как бы других вариантов особо нету сейчас мы попробуем протереть тряпочкой и посмотреть где течет и как так это первое место нашел я второе место это он видите по длине всего радиатора тоже все мокрое не знаю чем связано ну это на потом оставим пока надо решить это так пошел я за тряпочкой так вот мы все на сухо протерли салфеточкой видите сейчас будем смотреть где будет появляться что-то мне вот тут не нравится вот в этом месте сейчас попробую еще тут немножко пройтись салфеточкой так 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 Итак, смотрим и запоминаем. Пока ничего нету, сейчас я его здесь на мосту еще протру, ждем появления капли, блин, появляется. Это ж откуда течет-то? Ну-ка полезу наверх. Пока. 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 Ничего не видно. У вариантов особо нет, нужно сливать жидкость, а он видел капли откуда-то упала. Короче, чухнул, что здесь корпус термостата, он весь какой-то окисленный, его наверное надо будет снять, почистить, потому что мне все равно вот до этой трубки тяжело будет добраться и вот до той трубки. И если я его сниму, будет чуть попроще. Так что, наверное, буду его снимать. Ладно, погнали. Так, первое, от чего я был в шоке, это то, что вот этот патрубок, он просто на шланге болтался. То есть вот этот, если вот он одевается, видите, упруго, то тот просто так налез и болтался. Я его, конечно, зажать зажал, но мне что-то это не понравилось. Почему он так болтается? Может быть, потому что труднодоступное место. А потом, как они так вообще додумались сюда патрубок поставить, если здесь коллектор выпускной? Тут нахрен все сгорит. Температура-то здесь какая? Мама, не горюй? Да. Надо какой-то экранчик сюда ставить каким-то макаром. Так, ладно. На сегодня, по ходу, все. Потому что непредвиденные обстоятельства случились. Я не думал, что придется снимать корпус термостата. И у меня нет ни герметика, ни прокладки. Вот. Ну и плюс у нас, вон видите, антифриз мимо. Ушел. Хотя я его ведром ловил, ловил. Вот. Но так получилось, что он ушел. Значит, что? На сегодня пока все. Завтра продолжим. Не стали терять времени. И я решил тут содрать старую прокладку. Сейчас здесь сделаю, потом там на двигателе. И вот тут вот остаются продукты окисления, где стоит патрубок. Вот их нужно зачистить, чтобы через это не проходила жидкость. А она запросто отсюда могла проходить. Вот. Сейчас мы это зачистим и я покажу, как получилось все. Потому что даже вот здесь вот под большим патрубком видите сколько чего. И это все надо тоже зачистить, чтобы было аккуратненько. Так, ну что, приобрели герметик, прокладку и шестигранники. И что еще интересно, при установлении патрубков, я понял интересный момент, что от них нужно отрезать вот такие вот куски. Вот сейчас вот этот я буду отрезать патрубок, который вот сюда вот встает. Вот в это место. Вот. Потому что он пипец как сильно торчит. А как вы видите, здесь он как раз должен подходить к самой прокладке. Вот. И получается, что он вот настолько сильно торчит вверх. Сейчас мы его обрежем и будем туда устанавливать. Не, просто к тому, что, оказывается, их нужно подрезать. Вот этот вот большой, который вот тут стоит, его пришлось подрезать. Потому что, если его ставить не подрезав с двух сторон, то выясняется, что на изгибах он сильно загибается. И есть вероятность того, что он перекроет проход жидкости. Вот как-то так наш автопром работает. Так, ладно, продолжим. Так. Вот мы установили. Сейчас мы поднимемся наверх и еще попробуем наверху все прикрутить. Вот меня вот этот патрубок смущает, конечно. Он прям вплотную к коллектору. Как они так делают, не знаю. И он, короче, куда-то вот туда идет. Смотрите, это патрубок родной, в плане того, что он не обрезанный. И вот если он здесь насажен, то вот видите, насколько он здесь далеко уходит вперед. А если его сейчас начать двигать вот до этого положения, как вот патрубок стоит, то смотрите, что происходит вот в этом месте. Видите, как она сжалась. Поэтому это неприемлемо. И сейчас его придется обрезать, чтобы он был не гнутый. Вот и подходит наш ремонт к концу. Единственное только вот тут вот, вон, обломанные болты. И, наверное, на следующий раз мы уже раз-два, и с той стороны, по-моему, три болта сломанных. Их надо будет как-то выкручивать. Я вот два выкрутил. Один как раз, по-моему, вот здесь вот выкрутил. Получилось. Один вот здесь вот. Потому что здесь на саморезе было прикручено. И еще одна вещь. Это надо вот здесь вот выкрутить. Болт сломался. Это тоже попробуем выкрутить. Брызговик я оторвал, когда в деревне были. Вот так. Вот новую гофру вварил. А, вот, кстати, прикол-то. Смотрите. Вот эта часть и вот эта часть, они приваренные. Они никак не шевелятся. Стоят мертвы. Так вот, смотрите. Блин, как бы. Ну, видите, да? Во! Палец вошел. Два таких не входят. Один входит. Один входит и пол пальца остается. Так, переворачиваемся на другую сторону. Мы видим, что здесь входит два пальца. Да даже два, наверное, таких войдут. Два. Видите? Еще раз. Здесь вот два не входят. Один входит. Видите? А сюда запросто два. Просто я где-то там смотрел, что приезжали специалисты с УАЗика. Там, типа, все перемиряли, все было ровно. Нет, не ровно ни хрена. Вот даже отсюда видно, что вот шайба, ну, как бы, находится вот относительно этого. Но это можно сместить куда угодно. Вперед-назад. Эта шайба находится чуть назад. Сюда смотрим. Она почти вровень стоит. Ну, по этой шайбе что ориентироваться? Я вот вам показал. Можете взять у себя рулеточку и тупо померить вот тут вот. И тупо померить вот тут вот. А еще вот от этого края, вот от этого края до заднего моста. И тут также от заднего моста до вот этого края. И сразу станет все ясно и понятно. Потому что я вот смотрю на то расстояние, которое у меня здесь. Видите, ладонь входит легко. А сюда она уже с трудом входит. На всех машинах такая чепуха. Вот. Вот. Тут мы все прикрутили. Завинтили. Поставили. В общем, что я могу сказать. Вот этот патрубок из другого комплекта покупал я два. Один вот с толстыми такими патрубками. А второй, это которые вот там вот идут. Патрубки. И поставил я вот этот сюда. А он состоит из четырех патрубков. Поэтому у меня сейчас там в салоне лежат три патрубка оставшиеся. То есть получается вот эти два, которые от бошевского мотора идут. И третий еще. Куда он третий идет, не знаю. Ну, наверное, он туда, куда-то наверх. Буду разбираться, смотреть, лазить, выяснять. Вот. Так. Полез я вниз. Прикручу до конца защиту. Ну, и на этом пока все. Просто наступает холода, а у меня, блин, течет тут все. Это не дело совсем. А, ну и плюс, я вот патрубка отрезал от этого, потому что что-то он какой-то длинный был. И здесь вечно болтался. Вот я оставил такую петлю. Любимую. Что он и туда, и сюда там болтается. А то прям по коллектору там ездил. А это ж не дело. Так. Ну все, вроде жидкость не уходит. А то, блин, что не неделя, то литр. Что не неделя, то литр. Что не неделя, то литр. Вот сейчас вот ровно показывает. Так, все. Кто ни с чем не согласен, пишите в комментариях. Пообщаемся. Ну или какие-то вопросы, если есть. Все. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Удачи.